Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! Да, и ты, и твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова встретились с вами и снова открываем нашу азбуку. Те ребята, которые не видели нашу прошлую передачу, пусть не расстраиваются. Я сейчас напомню, о чем я рассказывала в прошлый раз. Две первые буквы церковно-славянской азбуки называются АЗ и БУКИ. Вот, посмотрите, какие они. Похожи на современные буквы, только намного красивее. Правда? Торжественные. В церковно-славянском языке все буквы такие. И сами богослужебные книги сделаны с особым старанием. Ведь издавна на Руси Богу посвящалось все самое лучшее. Все, что делается для храма, делается особенно тщательно и с любовью. Конечно же, вы запомнили, что само название книги, азбука, состоит из имен двух первых ее букв – АЗА и БУКИ. Слово БУКИ значит буква, грамота, книжность. А что же означает название первой буквы АЗ? Само слово «аз» переводится с церковно-славянского как «я». Часто в храме, когда читается Евангелие, мы слышим слова Господа, обращенные к нам. «Аз есть с вами во вся дни до скончания века». То есть «я с вами все дни до конца времен». А теперь давайте посмотрим, какие же древние слова начинаются с буквы АЗ. Ну, во-первых, многие из наших имен, ведь они тоже пришли к нам из древности. Например, Алексей. В церкви произносится Алексий. Это греческое имя, оно переводится как помощник. Александр – тоже очень древнее имя. И переводится оно как «защитник людей». Андрей – значит мужественный, храбрый. Анна, Антоний, Анастасия, Артемий. Каждое имя обозначает какое-нибудь важное понятие. Вы можете сами узнать, что значит ваше имя, если заглянете в святцы. Они обычно помещаются в православном церковном календаре. В святцах собраны имена святых, в честь которых называют людей при крещении. А еще с буквы АЗ начинается очень много слов, которые мы слышим в церкви. Алтарь. Вы, ребята, конечно, знаете это слово. Алтарь – это самая главная святая часть храма. Следующее слово – апостол. Слово это греческое. Так называют учеников Господа Иисуса Христа, которые проповедовали людям его учения. Святых Кирилла и Мефодия, которые создали нашу азбуку, церковь называет равноапостольными, потому что они так же, как и первые апостолы, просвещали славянские народы Словом Божиим. А это что за слово? Аминь. Это очень древнее и интересное слово. Наверняка вы часто слышали его в храме. Одним словом перевести его на русский язык невозможно. Приблизительно оно обозначает утверждение. Истинно, действительно, именно так. Оно как бы подтверждает, что все, что было сказано прежде – правда. Обычно им заканчиваются молитвы. Но это удивительное слово несет в себе еще и повеление или уверенность. Да будет так, да будет так всегда. Оно как печать, прочная и нерушимая. Смотрите, а это уже не слово, а целая молитва. Ею мы начинаем свой день и каждое доброе дело. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. То есть в честь, во славу, во имя нашего Бога, Святой Троицы. Отца, Сына и Святого Духа. Теперь мы непременно будем начинать наше занятие этой молитвой. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Истинно, да будет так всегда. До свидания, друзья. До новой встречи. Храни вас Господь.